Доброго времени суток! Всем добрые наши волшебники! С вами волонтер бездомных животных и приюта творит добро, Наталья! Сегодня у нас выпуск нашей поездки в Анапу, куда у нас уехали Молли и Наташа, две собачки с нашего приюта. Смотрите ролик, наслаждайтесь! Всегда очень радостно, когда дети находят своих мам и пап. Я все-таки поехала сама. Во-первых, это было дешевле. Во-вторых, я должна была проконтролировать, познакомиться с хозяйкой и посмотреть условия проживания моих собак. Ну и, конечно, мы вечером сходили к морю, но это было уже далеко за полночь. Встретила много бездомных и кошечек, и щенков. Просто некоторые там писали, что в Анапе нету своих собак, кого-то взять. Еще раз говорю, девчонки, это, знаете как, вот сердцу не прикажешь, да? Вот легла душа на данную собачку, и вот не хочешь больше никого. У меня было такое с моим котом, когда я была кошатница, рьяная. Вот после его смерти так мне больше никто в душу и не запал. Поэтому вот такие вот у нас новости на сегодняшний день. И на обратном пути хочу вам немножко рассказать. На обратном пути у меня я заехала в гипермаркет «Магнит», купила куриных наборов почти на 5 тысяч. И почти весь Краснодарский край, в каждой станице мы останавливалась, я и кормила бездомных животных. И знаете, что удивительно, что у них там очень много собачек именно маленьких, компактных. То есть вот именно для квартиры я была очень этому удивлена, и все бездомыши. Так что-то прям у меня, допустим, в приюте собаки все очень мощные и крупные. А еще очень удивительная история. Я же с Краснодарского края пустая не приехала, я заехала на одну из заправок. Так, ну-ка. Это у меня тут дети балуются, извините. А на одну из заправок. И ко мне подошла такса. Я даже не поняла, откуда она подошла. Я, соответственно, ее покормила. Она села сзади машины. Она села сзади машины. Сейчас, мама, а тя-тя сделаю. Вот. И я завела машину, она просто не отходила. Я вышла из машины, сказала, ну что. Я говорю, поехали со мной. Вы знаете, она просто подошла, прыгнула на переднее сидение и поехала со мной. Теперь эта такса пока проживает у меня. Назвала я ее Жанна. Ну вот, девочка очень компактная, маленькая, безумно ласковая. Спит только со мной. Спит у меня на груди. И вы знаете, я всегда говорю, собаку никогда не обманешь. Отношение собаки к тебе, оно сразу показывает, какой ты человек. Вот кого-кого не обманешь, так это собаку. Но меня собаки чуют за версту, вот честно. Об этом говорят даже многие знакомые нашего города. Наташа, они тебя чувствуют, они тебя видят. Потому что я всегда с ними разговариваю, я их люблю. И мою любовь именно, они это чувствуют. Мое добро, мою любовь. И то, что я хочу им помочь, спасти в очередной раз. Поэтому с собаками самое важное, это надо уметь разговаривать. Все понимают, но единственное, что не могут сказать нам в ответ. Поэтому помогайте бездомным животным. Помогайте, давайте все вместе творить вот это добро. Действительно, чтобы наш мир стал чище и добрее. Так хочется, чтобы люди наконец-то, наконец-то поняли, что богатые люди. Ну, помогайте приютам, помогайте животным. Господи, это такое счастье. Вот я приезжаю к себе в приют, и это счастье. Счастье, когда тебя целуют твои... Ну, это мои дети, я не постесняюсь этого слова. Это мои дети, это мои детки. Вот, потому что все, говорю, с тяжелой судьбой. Все где-то когда-то спасены. От рук нелюдей. Поэтому и прививайте, конечно же, прививайте, пожалуйста, любовь к братьям нашим меньшим, у своих детей с детства. Чтобы дети росли добрые и благородные. Потому что моя дочка с 5 лет несла домой все живое. Все живое, что только мы могли найти на улице, мы все несли в дом. Я никогда в жизни ей не сказала, что нет. Мы забирали, пристраивали, устраивали. И, знаете, честно, я горжусь своим ребенком. Горжусь, потому что 18 декабря моя Маша, вот прям хочу сказать это во всеуслышание, потому что я горжусь своим ребенком, она спасает до сих пор всех. Она в Питере, кстати, они ездят, кормят трех бездомных животных, которых уже год не забирает ни один приют. И 18 февраля моя Маша стала донором костного мозга. И, скорее всего, мы спасаем какого-то ребеночка, потому что уже на забор костного мозга ее возили именно в детский онкологический центр. И она сказала, мама, как там тяжело. Просто все это морально переживать очень тяжело. Но я горжусь, я горжусь тем, что у меня такая дочь, что она спасает, помогает, и она отслеживает эту ситуацию. Сейчас вроде бы у ребенка стабильная ремиссия, и мы очень рады. И я хочу призвать, кто услышит этот ролик, вы понимаете, что в России база данных по костному мозгу ее практически нет. Это не так страшно. Костный мозг – это забор костного мозга. То есть это не такая страшная процедура. Допустим, за границей база очень огромная. У нас в России, к сожалению, не все люди понимают, что это такое, и многие боятся. Да, как бы не надо бояться. Если вы действительно хотите кому-то помочь, не надо, наверное, бояться в этой жизни ничего. Я не то, что вас призываю, я просто вот так вот рассказываю. А еще хочу рассказать о своей поклоннице, о своей любимой девочке Василисе и ее маме. Подписывайтесь на ихний канал. Чтобы Россия была добрая, нам надо воспитывать именно вот таких детей. Заходите на канал Куси Лисия. Ссылочка будет под роликом ниже. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных. И приюта творит добро, Наталья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok